Всем здравствуйте! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее историю письмо, дам свои комментарии. Возможно, где-то в письме я буду останавливаться, потому что оно длинное. И вы также можете отдавать свои комментарии, обсуждать в комментариях под видео. Если вам нравится подобный формат на канале, пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и шерьте видео в соцсетях, отправляйте своим знакомым, потому что они тоже посмотрят. И приветствую вас, если вы смотрите с VPN. Так что спасибо за ваше внимание к моему каналу. Привет всем новым подписчикам, а мы с вами приступаем. Здравствуйте, Галина! Я давно смотрю ваш канал и вижу, как хорошо вы умеете владеть собой, своей жизнью, событиями своей жизни. Я совсем не такая. Ну или, по крайней мере, то, что со мной происходит, говорит именно об этом. Этот факт знатно отравляет мне жизнь, а в частости мою семейную жизнь. Поясню. Я уже несколько лет замужем за египтянином. Ухаживал красиво, всегда говорил мне, какая я классная, как сильно я ему нравлюсь, как он счастлив быть со мной. Встречались мы с ним месяцев 9 до свадьбы, после чего я забеременела, и мы приняли решение пожениться. Я на тот момент знала его в основном с хорошей, позитивной стороны. Он был очень ответственным, он был очень внимательным, заботливым, и, конечно же, меня это подкупило в нем. А еще во время нашей дружбы я не раз ловила себя на мысли, что, возможно, именно такого мужа я бы и хотела себе. Он работает в международной компании на очень хорошей должности, и это, конечно же, также меня привлекло в нем, так как я понимала, что такой человек сможет обеспечить меня и наших детей на тот случай, когда я буду в декрете. Но было несколько крупных «но». Во-первых, он как-то быстро обижался, прям как девчонка, и мог дуться некоторое время. Во-вторых, одновременно с тем, как мы с ним дружили, еще без отношений, он также проявлял симпатию к моей подружке тогда, и лишь ее отказ от чего-то большего, чем дружба, отвадил его от нее. Я на тот момент еще не была его официальной девушкой, мы не встречались, но просто такую симпатию друг к другу проявляли. Поэтому меня тогда это удивляло, что он одновременно проявляет симпатию и ко мне, и к этой девушке. И я его тогда посчитала в тот момент не глубоким человеком, поверхностным, который очень поверхностно как-то чувствует и живет. Каждый раз при встрече он был очень радостным, всегда на позитиве, постоянно смеялся, смешил меня. Мне с ним было всегда весело, легко, приятно общаться. Он также помогал в решении каких-то проблем, например, в один раз даже фактически вытащил меня из беды. Подробности я не буду писать. На тот момент я занималась танцами, и он восхищался тем, какая я молодец, что занимаюсь именно тем, что мне нравится. И в общем с каждой нашей встречей он мне аккумулировал мою значимость, уверенность в себе, в своей привлекательности, уникальность какая-то. Я чувствовала свою уникальность и неповторимость. И делал он это действительно умело, мастерски, в общем надежный, ответственный мужчина. Я сначала не питала к нему любви или даже какой-то сильной симпатии. Я просто отмечала про себя, что интересный мужчина, и мне хотелось бы продолжать просто с ним общаться. Но, к слову, интим у нас начался намного позже нашего общения, как раз таки месяцев через 8 после знакомства. И он все это время ждал и не давил на меня. Здесь немножко остановлюсь, как в зацу, который прочитала. Что хочу сказать. Он такой замечательный, классный, идеальный, но есть одно большое оно. Обидчивость. Которую я тогда пропустила мимо своих ушей. Не обратила на это внимания, не хотелось. Потому что он с других сторон очень классный. И вот это вот то, что он к подружке еще. Я как поняла, они сначала просто как друзья общались, потом начали встречаться, потом была беременность, потом они поженились. Так вот, когда они были только друзья, общались с друзьями, с подружкой еще какой-то, он давал знаки внимания всем. Здесь ничего такого. Ну, это как бы неприятно. Но криминала прям нет. Я уверена, что у девушки тоже какие-то были еще друзья, которым она, скорее всего, посылала знаки внимания. Или там, условно, вы общаетесь с одним, начинаете как с друзьями общаться, симпатия. Еще кто-то есть на горизонте частенько, да, какие-то там ухажеры или что-то такое. То есть криминала огромного, трагедия. Это не показатель никакой, да. В итоге он выбрал вот эту девушку. Но вот обидчивость, вот это то качество девочки, на которое надо обращать внимание у партнера. Потому что это первое, я сразу расскажу психологию здесь, это первый сигнал на манипулятора. Точнее, на человека, использующего манипуляцию как обиду. В итоге, ваше чувство вины от его обид, он что вас обижается, вы чувствуете себя виноватой. Для того, чтобы делать так, как хочет он. Для своих каких-то хотелок, для своих каких-то желаний. То есть это эгоистичность и использование манипуляций как метода достижения цели в отношениях. Поэтому, если вы встречаться, начинаете с парнем, а он, вы чувствуете такой обидчивый по пустому поводу, только не тронет, уже обижается, хмурится, не разговаривает и что-то такое. Вот здесь мы начинаем ему сразу, впрямую, задавать вопросы открытые, чтобы он начал выходить на отделку. Почему ты обиделся? Прям разбирайте ситуацию вот этого случая конкретно. На что ты обиделся? Объясняйте ему что-то. Скажете, ну зачем мне это надо? Мы взрослые люди, что я его воспитывать буду, ковыряться в этом узнавать? Ну, вы тогда смотрите. Если вы такое отношение, теперь я этим заниматься не буду, то вы оставляете этого парня и расстаетесь с ним. Не занимайтесь этим. Это ваш выбор, быть свободной абсолютно. Вы ни с кем не должны нянчиться. И что-то там узнавать. Второе. Если вы выбрали, в других качествах он хорош, вы выбрали его как серьезное отношение, как спутника для жизни, вам придется это все узнавать. Потому что если вы проигнорируете как девушку, у вас потом вылезут проблемы. Когда он этими обидами беспочвенными начнет у вас манипулировать, не реализовывать ваши желания, только свои. И вы потом, оп, столкнетесь с проблемкой. Типа, о, а меня в отношениях как бы у нас играло не ворота, как я хочу, мы не делаем. Поэтому он постоянно, если что-то, по-моему, он обижается и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы решаем. Не возимся с этим, до свидания. А сдаемся, возимся, тогда задаем вопросики. Для чего мы делаем вначале? Это точно этап расставления личных границ. И в самом начале отношений вы должны показать, это не только девочка, мужчины смотрят, вы с женщиной точно так же. Вы должны сразу вначале отстаивать границы личные и показать партнеру, что подобное поведение вам неприемлемо, вам так не нравится, вы так не хотите. Если он хочет с вами дальше продолжать отношения, то вы должны приходить к какому-то консенсусу. Не обязательно прям компромисс, это не очень хорошее слово для отношений, но договариваться, устанавливать диалог, делиться чувствуем, понимать. Короче, ваша задача для себя вот в этих разборах с партнером понять и посмотреть, что моей вины на самом деле нет. Она ложная. Это он через обиду пытается на меня наложить вину, которой на самом деле ты ничего плохого не сделал. Что бы я в итоге сделала так, как хочет он? Вот это уже у автора письма это пройденный этап, упущенный. Но для тех, кто что-то такое смотрит себя в этом виде, или на будущее, имейте в виду, что вот в здоровых отношениях, скорее всего, было приемлемо вот так себя повести. Так вот, это была просто предыстория. И когда мы уже поняли, что я стану его женой, он начал меняться. В том смысле, что он показал во всей красе свою ревность. Когда однажды я ему рассказала, как встретила на улице знакомого парня, мы перекинулись парой слов, несколькими фразами. А он мне сказал, что я с тем парнем даже чуть ли не здороваться не должна. И по этому поводу у нас был конфликт. Потом я однажды пошла на пробежку второй раз подряд за день. И он решил, ну не могу же я просто так пойти во второй раз бегать. Явно у меня какие-то другие цели, что-то здесь не чисто скрыто. И по этому поводу у нас тоже был конфликт. Не менее двух недель. И это выглядело так, что я пыталась его вразумить, убедить в том, что он ошибается, что в своих суждениях на мой счет, что я ничего такого не планировала, что я верна, я его не обманываю. А он все никак не мог поверить и стоял на своем. Таким образом, лишая меня мира внутреннего спокойствия. Ведь гармония в семье моментально нарушалась, когда один из супругов становится в позу и не желает из нее выходить в кратчайшие сроки. Отмечаем сразу. Здесь очень хороший, четкий пример того, как он прокачивает свои личные границы. Что он делает? Он раскачивает вас, дает вам чувство вины. Вы две недели извиняетесь, доказываете, что вы не осел. Ну, это образно, да, что условно я ничем не виновата. Алло, то есть казалось бы, это нормальное вообще адекватное чувство, что я ничего не сделала, плохого, пошла бегать. Вам пришлось потратить две недели. Что? Какой мы здесь момент видим? Он у вас раскачивает ваши эмоции, нависает над вами чувство вины. И вы скажете, я ничем не виновата. Ну, вы же две недели доказывали что-то. Вы можете сказать, ну, я для разновесия. Вот, он выводит вас из психоэмоционального равновесия для того, чтобы вы научились, он учит вас в этот момент поддаваться на его обидчивые манипуляции, чтобы вы извинялись в итоге, потому что вы ничего не делали. И вы привыкаете в этот момент к этому чувству вины, к желанию спокойствия, понижению тревожности своей. И идете на вот эти условия. Что делать? Ну, присмыкаетесь, извиняетесь, вот это вот, мучаетесь. Потом он сбаривался с плеча, через две недели вам скинул прощение, свое перемирие. И вы такая, уху, все как раньше, живем дальше, конфликт закончился. Также, когда я была еще беременна первым ребенком и поехала с мамой в Кургаду и собиралась там встретиться с подружками, он мне просто вынес весь мозг. Когда я какое-то время не поднимала трубку, что, мол, я, видимо, не только с подружками встречаюсь, раз трубку не беру, а может, что-то еще там другое делаю. Причем, что именно он никогда не озвучивал, но ставил меня постоянно вот в это глубокое негодование, беспочвенные какие-то чувства вины. Ну, вот, пожалуйста, все, как я до этого сказала. Ощущение опустошенности, потерянности. Эта тревога еще ваша, ведь я переехала сюда к нему, чтобы быть счастливой рядом с любящим мужчиной, а оказалось, что попала в лапы какого-то вечно подозревающего и недоверяющего мужчины, который еще никогда не слушает мои доводы, а точнее позволяет им влетать в одно ухо и вылетать из другого. К слову, необходимо отметить, что он уже был до этого женат 12 лет, и от первого брака у него трое детей есть. И на момент нашего знакомства он детей не планировал заводить. Так вот, его жена бывшая, по его подозрениям, ему изменяла с их общим знакомым, и в доме было много руганий в последнее время. И после их расставания уже он даже ей ни разу не позвонил, хотя с детьми он видится, общается регулярно, но с бывшей женой вообще никаких контактов за последние 10 лет нет. И лично меня это очень насторожило, так как я такого не понимаю. Ну как можно не позвонить своей бывшей жене просто хотя бы, чтобы поинтересоваться, а как вообще дела ее и дела детей, и вообще поговорить о детях, например. В общем, я поняла, еще будучи тогда беременной первым ребенком, что этот человек меня в покое так не оставит. Он мог меня начать вычитывать за лишние 10 минут, которые я провела на прогулке. Мол, сказала, что приеду через 5 минут, а сама пришла через 15. А я просто была беременна и иногда шла просто медленнее обычного. Когда я однажды работала весь день за компом и захотела минут на 20 съездить в открытый бассейн поплавать, это буквально в 5 минутах езды от нашего дома, чтобы просто снять стресс, отдохнуть, то он поднял такую бучу, что мама не горюй. Что началось? Как я могу оставить ребенка? Что я за мать такая? Хотя ребенок только что вернулся с мужем из бассейна и тихонько и мирно смотрел мультики. В общем, таких вот мелких ситуаций было очень-очень много. И уже даже тогда я начала задумываться, неужели мне по жизни вот такой человек какой-то попался, который мне не доверяет, подозревает, не слушает меня, не прислушается к моим доводам, который моментально воспламеняется и своим негативом меня разрушает, внутренне и даже внешне. Так как уходит чувство какой-то безопасности, у вас сказала, я вам раньше повышенная тревожность, нужность принятия со стороны мужчины, а остаются лишь страхи и разочарования. Останавливала от того, чтобы уехать, лишь то, что во всем остальном у нас все было хорошо. И себя он показывал, обеспечивал нас хорошо с ребенком, играл с ним. Всегда на выходных мы вместе с друзьями, он вообще редко видится. Все свободное время проводит дома. Правда, перед телевизором мог бы хоть поехать, что ли, чуть ли не ночью в магазин за продуктами, если потребуется, если я попрошу, массаж мне делал перед сном, он полностью у нас содержит школа, поликлиники, одежда, все остальные расходы, все, конечно же, на его плечах. Я работала лишь год, после чего снова забеременела. Вот недавно родился у нас второй ребенок, и примерно полгода с мужем я нахожусь в каком-то перманентном выяснении отношений на регулярной основе. В 99% случаев именно я являюсь инициатором развода, причем не примирение, а именно обсуждение ситуации. Я подхожу и начинаю по полочкам разбирать саму ситуацию. Вот о чем я сразу, помните, сказала, что ваша безопасность началась после этого. Поздновато вы, конечно, к этому пришли, к сожалению. Порой самую мелкую и нелепую, но которая его разозлила, и он встал в позу. Меня в чем-то обвинил, лег на диван, включил игнор и морду кирпичом сделал. Я хоть и сама обиженная, раздосадованная, но желаю обрести вновь мир и покой в семье. Я начинаю выяснения, которые часто перестают, перерастают в мою истерику. Но обычно по итогу мы, конечно же, миримся. Вот вы миритесь, почему он вас любит, боится потерять, что я еще попозже расскажу. И он границы его пододвигает этими истериками. Или, правильнее сказать, он изволит смягчиться и обратит на меня свое внимание. Поэтому по окончанию таких вот разговоров со слезами на глазах, я чувствую себя выжатой, как лимон. Чувствую, что как будто одной мне надо это все разгребать, и весь этот разговор только мне нужен. Однажды я мужа спросила, через какое время ты бы ко мне подошел, чтобы поговорить о нынешней проблеме? А на что он мне ответил, что я не собирался подходить, что мог бы месяц-второй вот так вот просто существовать молча? Ведь, по его мнению, виновата именно я из последнего, через что мы проходили. Мы с ним планировали поехать в наш домик у моря. И я уже даже приготовилась, собрала сумки, я приготовилась собирать сумки. А потом немножко поразмыслила и поняла, что ехать туда с маленьким грудным ребенком, ну честно, неудобно. Так как в доме не убирались последний год, 100% там будут бегать какие-то большие тараканы, которых мы. Мы их, конечно, опрыскаем специальной химией, они, конечно, умрут, но вновь остается, не останемся надолго. И по дому еще могут бегать какие-нибудь крысы там или еще что-то. Короче, тут точно нужна капитальная влажная уборка, конкретная, генеральная. И уж ехать туда с ребенком маленьким в такие условия, тут вообще небезопасно. Так вот муж меня назвал сумасшедший, что я меняю планы в самый последний момент, что я его вообще подвела, так как он собирался ехать туда еще и с детьми от первого брака. Все это он говорил на повышенных тонах, даже агрессивно. И в итоге я вспылила, размерничалась и даже выпалила, что мне все это вот надоело, что он не уважает меня и мое мнение, и что я хочу развестись. И вот уже третий день между нами напряженка. Я, конечно, извинилась за свои слова про развод, но вот он за сумасшедшую вообще не извинился. Да, это оскорбление, извиниться должен, конечно, если будете мириться обязательно. Короче, писать можно много. Мне уже и мама много раз говорила, что вот так он уже надоел со своими подозрениями и обидами. Он свои негативные эмоции ко мне проявляет даже тогда, когда ко мне в гости на месяц приезжала моя мама. То есть он не стеснялся маму ее и вел себя так же, как всегда. Мог вот так за какую-то ситуацию зацепиться и все. Отдых, наслаждение, коту под хвост. И мама все это видела и злилась тоже на него. Но высказать она ему не могла, потому что языковой барьер. Хотя я повторюсь, что во всем остальном он себя проявляет вроде как хорошо. Детей любит, нас обеспечивает, выходные проводим все вместе, если, конечно, у нас нет очередной какой-то обиды. Все расходы на нем. Но вот душевных, доверительных разговоров, общения у нас уже давно нет. Я ему перестала доверять свои чувства и эмоции, так как во время конфликтов он на них плюет с высокой колокольни. А в неконфликтных моментах мне уже и не хочется открывать свою душу, делиться истинными своими переживаниями, потому что у вас обида остается. И это меня гложет. Я не хочу так, короче говоря, продолжать. Я хочу либо изменений с его стороны, что вряд ли, либо выйти из этих отношений. Но мне жаль, конечно же, наших детей, которые своего папу любят, и он их тоже очень любит. Я считаю, что у меня проблемы какие-то с личными границами, пожалуйста, и уверенностью в себе. Мне кажется, что уверенная в себе девушка давно бы уже оставила такого мужчину. Но мне страшно вот так вот взять детей и уехать. Боюсь, что дети могут в будущем обидеться на меня, что я увезла их. Ой, вы так боитесь всяких обид и чувства вины. Вот это ваша тема, за что муж и зацепился, этим вам и управляет. Что я увезла их от состоятельного, хорошего, внимательного папу. Но дело в том, что к ним он действительно внимательный, любящий, чувствующий, что они у него на первом месте. А я так, просто жена. Хочу отметить, что вы тут очень состоятельные и деньги часто упоминаете. Это тоже важный пункт. Буду ждать ваш комментарий. Совет заранее благодарю. Комментарий я сейчас скажу, что как, немножко добавлю к тому, что уже было сказано. Почему вы обращаете внимание на материальное? Я на самом деле скажу, вы осознанно со своих страхов сокрыли глаза на обидчивость его поведения в самом начале отношений. Потому что вам нужен был надежный, спокойный мужик с деньгами. Короче, можно который зарабатывать, обеспечивать. Я спокойно при нем буду жить, растить детей. В общем, вот такой идеал семьи и счастья у вас был. В свою очередь, он показывал себя таким-таким. А когда понял, что вы с ним навсегда женитесь, и все серьезная история, начал показывать себя другим. Начал прочувствовать почву, подвигать личные границы. Он держится за ваши чувства вины. Возможно, где-то чувство стыда, но его там много не было, он тоже может быть потаенный такое. Вот это чувство вины вас и гробит на самом деле. Благодаря этому вы остаетесь. Первое, что я хочу сказать. Я вам хочу вас поздравить, у вас моральный абьюз в отношениях происходит. Это форма абьюзивного контакта в отношениях, то, что вы описываете. Когда вам плохо, вам больно, вас унижают, занижают вашу самооценку, вами манипулируют, вашими чувствами. По факту, что такое манипулятор? Это человек, который любыми способами, через чувство эмоций, в частности, чаще всего через чувство вины и стыда, заставляет сделать человека другого то, что хочет он на самом деле против желания самого человека. Когда вы бежите, просите прощения, а сами на самом деле не считаете себя виноватой или где-то под него подстраиваться. Совершенно верно. Проблемы с личными границами. Они всплыли раньше, но вы их проигнорировали. Что мы сейчас можем резюмировать? У вас, на самом деле, вы надо просто решить, чего вы хотите. Ваших желаний нет в отношениях. Почему их нет? Потому что то, что я хочу, желаю, мой муж не захочет. Не захочет меняться, не захочет перемен, не захочет разводиться и все такое не по его желанию. Он максимально сделал так, чтобы вашего желания не было. Чтобы вы просто рядом, как жена, просто существовали перманентно и так далее. Смотрите, тем, что он хороший, заботливый пап, это не делает его хорошим, заботливым партнером вам. Прямые связи, о которых я всегда говорила раньше. Прямые связи, его взаимодействие с детьми, это одно. Мое взаимодействие с ним, это другое. Его взаимодействие с родителями, это другое. Прямые связи, мы не смотрим, какой он замечательный папа или еще что-то. Смотрите, если бы он был суперзамечательным, хорошим папой, он бы не делал больно маме этих детей. Он бы думал, как им неприятно смотреть скандалы, обиды, какой он им пример дает. Вот какая атмосфера в семье в эти моменты, в эти часы и дни, когда вы проживаете конфликты. Он травмирует детей. Если бы он был действительно хорошим, окончательно папой, он бы об этом думал. Но у него первично. Его я, его эго и его какие-то маниакальные моменты по поводу неуверенности в себе, проблемы с самооценкой на самом деле. Они вылазят в этой ревности различной и всем прочим. Почему он боится, что вы уйдете? Потому что он начинает и ведет уже моральный абьюз. Вы в абьюзивных отношениях. Он боится вас потерять, что вы соскочите. Я скажу неприятное слово. Да, это абьюз. Ну, такой легкой формы, без рукоприкладства, без чего-то там. Ну, короче, легкая форма, но он по факту есть. Он уже прослеживается. Что вам поможет изменить отношения и поменять ситуацию, если вы разводиться не хотите? Вы сейчас его провоцируете словами, вы его начинаете развода ходить, потому что стеной упираетесь. Это провокация, вы знаете, что он очень ревнивый, боится вас и семью потерять, у него с этим проблемки. И вы его изводите, на самом деле провоцируете для того, чтобы были какие-то перемены. Вы ему говорите, что самая страшная и обидная вещь – это развод. Развод заведенит еще его самооценку, с которой у него проблемки, почему он такой маниакальный, доминирующий в отношениях. Вот эта вот вся история, у него есть сомнения к себе, к своей уверенности некой. Например, можно сказать, у него в порядке, он успешный на работе, у нас есть там средства финансовые и все прочее. Да, в каких-то сферах он может быть уверенный, в коллективе мужчин, на работе, как руководитель, еще как кто-то. Но в семье с женой, с женщиной, что она с ним, у него проблемы, видите, явно, все он везде подозревает. Очень показательно его общение и развод с бывшей супругой. Мне женщин, на самом деле, жалко, с тремя детьми, там вообще нездоровая история, однозначно. Я уверена больше чем, что она низких ему не изменяла. А это его Шизо посетила, и она также с ним брыкалась, скорее всего, сопротивлялась в отношениях. И он нашел прекрасную отговорку ее в чем-то там пообвинять, чтобы выйти в белом пальто из этого развода, чтобы не задеть свою самооценку, что он на самом деле хороший, что он умный, что он красавчик. Просто вот она плохая, неверная, другого мужика кот нашел, она виновата. Нет, блин, это его скверный характер, давление и абьюз, скорее всего, от которого она сбежала. Поверьте, вы захотите реально сейчас развестись, что-то будет делать, вас так же, польют по-моему, найдут причину, соберется вообще целая подноготная, какая вы плохая изменщица, и во всем вы виноваты. Попробуй докажить, что это было не так. Вот я вам что скажу. Это прикрытие определенное для того, чтобы удержать вас в абьюзе, понимаете? Это манипуляция. И к этой женщине, я уверена, в первом браке было все то же самое. Он копирует вторую историю. Можно ли с этим жить? Можно на самом деле, с таким человеком, с вот этим мягким абьюзером, можно жить. Если вы его поставите на место, расставите личные границы, ни разу не будете колебаться. Я сказала все вот так. У вас маленький ребенок, вот он подрастет, но вы обязаны. Не рожайте следующих детей, а выходите на работу, реализуйтесь. Вам вот это нужно. Самостоятельность, независимость от него. Абьюзер тогда будет меньше, давление от него. Не потому, что вам надо быть независимой, отделяться. Не, а не про это. Про моральный момент. Вы себя по-другому почувствуете, возрастет ваша самооценочка. И он относится будет, он будет вас побаиваться, и так прессовать сильно не будет. Он будет знать, что у вас есть что из деньги, вы можете встать и уйти. Вот это вот все, понимаете? Это вот про взаимодействие. Это, по сути, ваша некая независимость, работа в удовольствии, не суперогромные какие-то деньги, карьеры. Я не про это. А вот это некое свое отделение от него партнерское. У вас полное слияние. И эта проблема абьюза, это держит абьюз, вы вообще вся в нем. Деньги, все на нем. Папа, он хороший. Только, знаете, что-то ощущение у меня не очень. Меня что-то постоянно винят, постоянно ругаются, орут. И вот это вот все вперед. А так все хорошо. Да нифига не хорошо. Это вам создана картинка, что все хорошо, что у вас абьюзер, и вы проживали эти эмоции. Он в этот момент вы спросите, а зачем ему это надо издевательства такие? Повышать свою самооценку, свою значимость, закрывать свои тревожные моменты. Вот. Короче, ближе к делу. То есть такая небольшая психологическая консультация, разбор получает. Смотрите, что я скажу. Четкие личные границы, которые вы никогда в его сторону не подвинете и не пойдете на его уговоры. Если вот так решили, я не еду в этот дом, не шелохнусь, не поеду, закатывай истерики. Я с тобой так же месяц-два разговаривать не буду. Говорите с ним его же методами, обижайтесь точно так же. Вы скажете, ну, а что хорошего будет? Тревожно, плохо, атмосфера, плохая накаленка, дети. Нет, блин, вот это и есть личная граница. Вы это упустили в начале, теперь у вас до двух месяцев время вот этих обид увеличивается. Вот, пожалуйста, хлебаем вот эти вот щи, что мы имеем в результате. Или сейчас не начнете, потом еще и полгода у вас будут. Вы дальше, вы посмотрите, тянуть дальше, откладывать стратегию вашего поведения, продолжать. Нет смысла, мы видим, к чему это привело. Замалчивать, молчать, не соблюдать личные границы. Не работает все только ему на плюс. Вам от этого все хуже, хуже и хуже. У вас тогда остается один вариант тупо развестись. А вы там вину боитесь, вот это все чувства перед детьми. Фуфлу на самом деле. Знаете почему? Детям лучше видеть здоровую атмосферу. Вот сейчас вы ругаетесь, скоро он драться начнете. Не дай бог. Но где он орет, использует лексику некрасивые, грубые слова, где гарантии, что он потом руку не поднимет. Вот мне вот это интересно. Где? У меня лично, как психолога, гарантии, что это произойдет нет. Это опасно. Не доводите до этого. Вот чтобы этого всего не было, не остаться в браке, как вы хотите, то вы четко держите границы. Обижаешься? Я обижаюсь. В ответ покажите ему свой характер, что не он управляет ситуацией с семьей, а вы с ним на равных. Ты обижаешься? И я, пожалуйста. Ты вот так делаешь? И отзеркаливайте ему его поведение, отзеркаливайте ему его слова. Точно так же. Потом мы не говорим, что тебе приятно было? Вот как ты со мной общаешься? Не-не-не, без вот этой язвы нам это не надо. Нам не нужен диалог с ним, чтобы он признавал, что ему больно, он не признает ничего. Вы себя просто будете показывать, пилищей женой, которая сводит счет и делает ему больно. Нет? Без слов просто, я имею в виду объяснений, я это сделала, потому что ты так поступила, я тебе ответила, ну нифига это не надо, просто делайте молча и все. Вопросики у него будут, задаст вам их, типа, почему ты себя так ведешь, что раньше так не обижалась? Вы ему ответите. Вопрос поступил, я отвечаю. Ничего не спрашивает, значит, все его устраивает. Разговора никакого, обсуждения проблемы нет. Я такими же методами ему просто отзеркаливаю. Ему будет не нравиться, пообижается. Это будет время. А вам куда торопиться? У вас маленький ребенок грудной на руках. У вас еще там декрета 3 года, 4 условно. Зачем оно время идет? Короче, следующее. Эмоционально-морально от него пора соединяться. У вас было слишком тесное слияние в партнере, а в партнерстве здоровых отношений, которых вы хотите 50 на 50. То есть у вас 25% должно быть только своего внимания. К себе самой, я сама. 25% друзья, знакомые, какое-то мое общение. 25% с супругом. 25% наша семья, мы, дети и тра-та-та. Я поняла, что у вас маленький ребенок, там немножко схема будет нарушена. Но вы можете с ребенком пойти встретиться с подружкой. Вот этого, короче, от мужа подальше должно больше быть. Да, это его бесит, раздражает и повод для конфликтов. А это повод конфликта вам расставить личные границы. И вот он вам говорит, что ты схватила ребенка, пошла с подружками, ты раньше так часто с ними не встречалась. Вот это время, место, конфликт, скажем так, разговор, выстроить границу. А вы говорите в этот момент, да, мне нужно общаться еще с кем-то. Не только, простите, пеленки, рыгачки какие-то, прикорма, вся история и ты с обидами. Я хочу обращаться с другими людьми, с адекватными, посмотреть, что в мире происходит, в чем люди говорят. Это девушки, это все спокойно, закрывая ему тревожность. Вот мы там-то, там-то, там-то встретились, условно. Все, каких-то вопросов. Ну, мы в отчетность не сдаемся прям, ему максимально, чтобы он успокоен, все равно к чему-то придерется. Ну, какие-то рамки комфортные для вас должны быть по вот этому закрытию его подозрений, каких-то ревностей. Вот. И, короче говоря, больше социальной, отдельной жизни. Не зацикливайтесь, пожалуйста, на семье и детях. Вот это ему то, что ему надо. Ему надо, чтобы вы сидели дома. Он вы еще больше скажу, и третий ребенок у вас будет. Чтобы вы из вот этой рутины вообще голову не высовывали, не смотрели на другие взаимодействия, контакты с людьми, думали, что все вот так живут, как вы. А это чистый абьюз. Когда абьюзер закрывает вас от общественного мнения, от мнения со стороны, от мира общего. Вы закрываетесь в проблемке, мучаетесь, страдаетесь, у вас падает самооценка, и все вот это происходит. А у нас абьюзер получает удовольствие от этого. Вот куда идет дорожка. Так что жесткий, щетник, поколебимые личные границы. Возможная максимально по ситуации какая-то независимость, отдельное мнение, другие контакты с другими людьми, чтобы не понравиться. На месте он задал вопрос, если в чем проблема, я отвечаю. Не задал, я не лезу с разъяснениями, давай поговорим. Это пройденный этап, уже поздно. Все, это не будет работать, будет тратить свои силы. Потратьте нервы на себя, потратьте время на себя. На ребеночка маленького, на младшего, на старшего. Им время лучше уделить, чем вот эти пустые разговоры с мужем. Он просто, ему это не надо, да, совершенно верно. У него своя некая нездоровая, правда, в голове по поводу подозрений, маниакальности, вот это какой-то, слежки и всего прочего. Пусть с этим живет, пожалуйста. Это его проблемы, его мирок, он имеет на это тоже право. Захочет с этим решиться, пусть к психиатру идет, решает свои маниакальные моменты. Не к психологу, а к психиатру, а к психотерапевту. Если у него вопросики, как бы ему не очень хорошо жить. Не давайте ему поводов сомневаться вас, подозревать в чем-то. И если есть какое-то подозрение, не откладываем тут же на месте, по горячим следам, объясняем, разговариваем, доказываем. С четкими личными границами. Все. Вот назовем так, тропа такая, войны, в кавычках. На самом деле война это жесткое отстаивание своих личных границ. Вот что вам только сейчас поможет. Ну, либо развод. Мягкое время, поговорить, объяснить. Я сказала, сразу было в начале, вы его уже прошли. Все, это уже не будет работать. Он уже хорошо основался за все эти годы. Он знает, что вами давить можно чувством вины. Не ведемся на чувство вины. Вообще, вы с головой выкидываете, я ни в чем не виновата. Я всегда себя хвалю. Я хорошая мать. У меня двое детей. Я там тут, тут, тут. Хвалитесь. Он вас в вину накидывает, ты виновата, плохая. В голове, мы это, знаете, белый шум, ничего не слышу, ничего не знаю. Вину, вот это, про вину, а вы в голове. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, траля-ля, я не слушаю тебя, ля-ля. Прям реально, я не смеюсь, а серьезно. Не слушайте, когда он вас там обвиняет. Это вот это все. Это нет правды в этом. Для манипуляции все это сделано, чтобы вы это как дурочка поверили, послушались, там себя повинили, побежали делать, как он хочет. В итоге было по его. Соответственно, мы его не слушаем вот в эти обвинения вину. Заглушаем ее. Он говорит, ты такая, ты секая, виню. А вы в голове в этот момент, я хорошая мать. Я так люблю своих детей. Я такая красивая. Я такая умничка. Я такая хорошая мама. Она меня поддерживает. Вот это вот все, хвалите себя, противовес, блок максимальный на его манипуляции, чувством вины, максимально поднимаем свою самооценку. Короче, это очень долго все, считай, я какую-то консультацию ушла психологически. Ну, короче, вы все это поняли. Напишите в комментариях, что вы думаете по этой истории. Дайте советы девушке, если кто-то попадал в подобные ситуации. Думаю, таких людей немало. Это частая история. Такой мягкий, легкий психологический абьюз в отношениях. Без физического, как у насилия и так далее. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. И моя почта. Кто хочет, туда прислите вашу историю, как она, ним я вот так от вечера заберу. Или второй вариант со мной коммуникации. Это индивидуальная платная психологическая консультация, если она вам нужна. Тоже пишите на почту. Скоро увидимся в следующих видео. Всем пока.